всем привет все еще меня филипп зовут и вы все еще у меня на канале и сегодня не знаю я не хочу вводить такую рубрику но просто микро отчета до того что происходит в игре у меня и вообще по поводу новостей так таковых нет ну имеется виду с последнего видео так ввели новый слой астрала ввели лимонный шмот вот такого рода впервые волода появился лимонный шмот и это нехорошо неплохо просто продлевают контент для тех кто ждет 10 0 хотя откровенно говоря те кто уже наигрался наверное можете смысла нет возвращаться не знаю но до 10 0 чего-то сверх нового я бы ждать не стал но по крайней мере даже баланс классов вряд ли как-то поменяется поэтому все идет как идет но в принципе как видите я за это время с предыдущего ролика подобного плана апнул уже довольно новый gear скоро ваши 1141 у меня по большей части там еще плюс примерно сотни gear скоро за вот лимонную сервину которая только что скрафтил но до конца до ста девяти процентов и не добил но я не особо сильно тороплюсь со вчерашнего фарма 6 на 6 я конечно покупал инсишки а тут довел на эту ручку вот тут довел немножко поясок но так на самом деле я был больше занят тем что доводил рефоржил шмотки и салатовый очень сильно парился но теперь мне все салатовые шмотки доведены до ста девяти процентов и это будет принципе думаю на меня работать еще очень много потому что чтобы скрафтить серьгу вот такой вот у меня ушло с молотками лимонными ребят лимонными за чудо которые дают вот с их помощью я в принципе так быстрее сделал вот эту серьгу дальше будет медленнее потому что мне реаль гар почти кончился по поводу че д по поводу че д в принципе продвигается все неплохо золотая орда основа в топе и по на втором эден на третьем смешанный четвертом ревы на пятом даже армагеддон вернулся на свои 12 13 место аренбузы чё-то спустились немного хотя они там что-то орут типа в 10-0 вернем топ 10-0 вернем топ да 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 держите как говорится в курсе но так стало кстати на 2 по-моему гильдии больше мы естественно что самые такие нижние гильдии это чисто люди там соло бегают чудо чтобы просто им опыт искры перепадал а по поводу опыта искры в данный момент все выглядит примерно вот так я взял все вехи на амальгаму груша смехи на опыт духовного наставника дальше буду брать духовного наставника вот здесь потом потянуть сюда за доминации и дальше возьму вехи на беспощадку но потом если успею то пойду до решимости она по-моему где-то вот здесь до сосредоточка а где решка то а вот решка вот сюда короче потом пойду а может быть еще куда-нибудь не знаю посмотрим если честно это все очень сильно зависит от того будет ли опыт искры на 10 0 но что-то мне подсказывает что скорее всего его не будет точнее его скорее всего просто об нуля там до нуля но это не точная информация как бы это просто областных предположений поэтому не надо там если что мне что-то причислять так 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 да по опыту искры все хорошо кайфово кайфово идет еще бы множитель знаете поставили там x10 вообще хорошо встала о хорошо можно наконец создавать остатки квестов и пущать статок опыт и искры синдзу осталось сегодня только под накопить 1 копить немножко терпения пойти сделать ауреат еще я себе наконец-то доделал личный а вот ну по традиции я лично вот всегда делаю таким заснеженным кто-то там делаю джунгли кто-то делает пустыня я делаю его заснеженного мне больше всего нравится и знаете вот последний раз я парился с островом своим личным где-то на 70 по моему и тогда все выглядело совершенно иначе то есть не было квестов не вот какой-то фигни типа мобов ловить не было возможности там что-то покупать кота имбриум ввели ну короче стало немножко поинтереснее возиться собственно молодом это не может не радовать правда это дорогая изобилие их надо очень много и я их не знаю буду строить долго не знаю конкретно сколько хотя если завести какую-нибудь но не топовую но что-то около того пачку то в принципе в принципе можно взять и построить себе тир рога изобилие по-быстрому потому что лабиринта же фармится можно себе по форму правда такая проблема я вот ходил в лабы и там у меня к великому сожалению не получалось выводить что-то образумительное обычно там блин опять же там по 10-15 за поход это вообще смешно на самом деле но извините но как-то по-другому пока не получается вы последняя новость как видите я поменял класс поменял на барда некоторые мне даже спрашивали почему на барда почему я слез с мага ну дать еще вам скажу маг это такая помойка вот ей богу просто чтобы понимали рад ротация а именно это единственная проблема мага это полная жизнь то есть почти всех классов насколько мне известно есть определенная ротация ты просто прожимаешь все кнопки которые нужны следишь за бафами прожимаешь 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 то есть в идеале там можно все выработать до автоматизма и там тебя руки будет делать все самостоятельно тебе при этом надо будет прикладывать на 2 приклада каких-либо усилий но на маги на маги рандом полный то есть все твои действия зависит от того что тебе прокнет да есть фактор скилла но как ни крути не знаю я лично в хардстоун наигрался в свое время и играть в хардстоун во лодах мне желание кого-либо нет поэтому спасибо не надо и блин я очередной раз забыл на кастольную турель на отдэ потратить а по поводу дэкс этим вчера было намного повеселее не знаю это из-за того что саппорта перелился все что пошло в гору но вчера у нас было четыре боя три из которых мы выиграли рис которых мы выиграли где там слегка горит а это рейтинговую ссорим так слегка горит слегка горит вот выиграли дм это последний наш бой был но то довольно таки веселой ситуации было там был чувак с ником эрекция жрец который бегал хиле но во время первого первого этапа он был без аспекта то есть мы чисто сливали и щебзики а он наверно даже не понимал что там происходит ну и вообще не там фигней очень сильно страдали из-за этого думаю им было намного сложнее чем могло бы быть вряд ли бы их посло там какая-то организация мы чисто на дамаги зарешали как в принципе зарешали на дамаги и серийники две пачки серийники нам попадала но также мы просрали одну одну катку с эдемом с арби но там блин такая ситуация была что в принципе в принципе сами видите 2 404 то если бы мы попали если вы мы попали во второй тур мы бы защищались сначала мнение если бы мы да если бы мы сначала защищались во втором раунде мы бы атаковали то мы скорее всего победили потому что там по силе пачки были примерно одинаковые но у них блин там был этот вар с аспектом защиты который напрягал сильно и бард в атаке который просто уешал и мы сливались и еще по тупости своей просто стояли друг другу рядом из-за этого тоже довольно сильно все так хорошо как хотелось бы а так винрейт повысился с 50 до 75 процентов ноуда и это не может не радовать надеюсь дальше будет лучше но надо будет еще на форуме гильдии там поменять те тем где я указывал какие классы нам нужны для конца то блин как можем добрать трех человек вроде были какие-то люди которые хотели с нами поиграть но какой-то момент они просто взяли и следитесь это конечно грустно и печаль в принципе такие дела такие пироги как говорится ничего нового особо ну так прогресс немножко капает совсем по чуть-чуть но что-то большего что-то большего я не знаю так буду пока играть в барте в принципе он меня устраивает там надо немножко battle pack поднастроить сделать так чтобы бафа были у меня перед лицом они вот здесь потому что так было бы у поудобнее в принципе дальше будет полегче еще блин я вот все этим узнал что нактер на это типа бафает наших чипзиков а я думал что это наоборот дебау туплю туплю ссорим надо еще привыкнуть но блин антре экспрессе это протужить это просто жесть но так в принципе все да спасибо большое за просмотр ребят спасибо как говорится ложки лайки и комментарии пишите там может что-то конкретное вам надо от меня там как он бенгает или что-то в этом роде но только пожалуйста не батьте на качественный контент я могу только черный собачу рассказывать вот таком формате ладно всем добра мира позитива и пока пока